Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили на продажу набор из четырех машин серии Defender. Правда из три защитника он продолжает оставаться защитником, а не Defender. Но просто тогда, когда его вводили, а это было на заре игры, то вот такое название ему присвоили, а потом уже пошла серия танчиков Defender. Самым свежим являются Defender MK1 и AMX Defender. Что же касается двух остальных машин, они уже безумно устаревшие. Если Defender чего-то еще может, то из три защитника со своим, я бы сказал, километровым временем перезарядки, с которым уже давно необходимо что-то все-таки сделать, ну, реально отыгрывается крайне сложно. 24 секунды с половиной время перезарядки магазина, а время перезарядки снаряда в магазине целых 7,5 секунд. В чем смысл данного барабана? Тогда, когда на восьмом уровне цикличные пушки имеют такое же время перезарядки, допустим, у Акулы, я, честно говоря, не совсем понимаю. И действительно, это пора давно уже менять разработчикам, но им, наверное, виднее, как распоряжаться своим имуществом. Соответственно, видим то, что видим, покупаем или не покупаем. ИСа третьего защитника остро не рекомендую, крайне на сегодняшний день бестолковая машина. Что касается Defender, здесь немножко поинтересней. Обязательно будет дополнительная катка на данном Defender в виде отдельного видео. Ну, просто потому, что для этого мне еще и на другой аккаунт необходимо переходить. Да и в сегодняшнем видео я хотел бы посвятить видос именно AMX Defender. Теперь, что касается двух остальных машин, то, в принципе, я бы сказал так. 8,5 немножко дороговато. Если бы 7,5 с вот этим вот, окей, можно было бы там рассматривать. Но 8,5 все-таки ценник завышенный. То же самое касается и AMX Defender. Он не пользовался популярностью, ровно как и две вот этих машины, на новогоднем аукционе. Поэтому, если тогда они не пользовались особой популярностью со сниженным ценником, то с чего бы народу сейчас прям грести данные машины по тем ценникам, за которые их сейчас выставили. Вот и получается, что в целом, если вы фанатеете от вот этой вот серии, то вам, безусловно, предложение за 23500 будет куда интереснее и куда выгоднее. Ну, а покупать или не покупать, как обычно, решать вам. Мое дело показать честный обзор на машины или на одну машину, как в данном случае будет. Ну, а остальное уже за вами. Что касается данной машины, брони здесь нет, об этом слове вы можете, в принципе, забыть. Рандомных рикошетов тоже не бывает. Я не знаю, что должно произойти, чтобы данную машину не пробили. Но и тогда, когда я играл и мне от ИСушки прилетел фугас, я, честно говоря, не то, что покис. Я горькими слезами плакал и понимал, что в целом это просто сущий картон, просто до безобразия. Кому подойдет данная машина? Подойдет данная машина однозначно не новичками, тем, кто умеет справляться с картонными легкими танками. Если вы играете на тяжелых танках или вы ПТ-вод кустарник, то эта машина однозначно не для вас. С кем можно сравнить? Как вы знаете, я не люблю сравнивать несравнимые абсолютно вещи, поэтому, допустим, проводить сравнение между АМХ-ом, Дефендером и ЛТ-432-ым, основываясь на том, что это два танка премиумного класса, но это неправильно, потому что это принципиально разные машины. Единственная машина, с которой можно действительно сравнивать, это проходной АМХ-1390. И, понятное дело, что по сравнению с проходной версией своей, АМХ-дефендер действительно лучше. У него и ДПМ повыше, и пробитие существенно выше, и альфа у него 160 единиц против 225. Это с учетом того, что у него на один снаряд больше. Отсюда и ДПМ, соответственно, больше. Ну и время перезарядки, я бы сказал, тоже гораздо, гораздо приятнее. Перезарядка четырех снарядов занимает меньше времени, чем перезарядка магазина на три снаряда. Поэтому, безусловно, АМХ-дефендер покруче будет, чем АМХ-1390. Что касается доходности, то 170%. Ну и что касается процента по победам, 52%. Я бы не сказал, что это, типа, сильно много, но это и не мало, если сравнивать с другими ЛТшками на уровне. Что же касается, ребят, того, как он играется. Играется он очень сложно. И мне этим машина очень сильно не нравится. Я не люблю машины, на которых мне приходится прям сильно напрягаться. Я хочу заходить в игру и получать просто удовлетворение от боя. Периодически, да, классно получается, много настреливаешь, являешься результативным товарищем в команде. А порой вылетаешь одним из первых. В зависимости от того, как сильно ты забурел, и куда ты конкретно взорвался на данной машине. Что касается орудия, то с учетом установленного оборудования, простите, в таком виде и амуниции, получается у нас чуть меньше 13 секунд перезарядка всего магазина, но несущественно. Немножечко завышено время перезарядки снарядов в магазине 1.67, но это обусловлено количеством снарядов в магазине. Есть Шкода Т-27, которая тоже есть на продаже. У нее 3 снаряда в магазине, но перезарядка снарядов между собой 1.5 секунды. Вот эти вот 17 сотых секунды, на удивление, ощутимы в бою. Я не знаю, как так происходит, но я действительно чувствую разницу по скорости вылета снарядов один за другим из барабана, когда я пытаюсь его опустошить во врага. Что касается бронепробиваемости, то 205 единиц. И что касается среднего урона, 160. Углы склонения вниз минус 6, но понятное дело не от башни отыгрывать, а именно для того, чтобы было удобнее прицеливаться, когда ты где-то там рысачишь по каким-нибудь барханам. Что касается оборудования, переключая его, допустим, там на пробитие, вы получаете целых 215 единиц пробития. Под калиберными еще на 13 тоже становится больше. И осколочно-фугасные на 4, но здесь уже не суть важно. Но в таком случае, ребят, вы по орудию получаете 13 и 13. Я же все-таки остановился на том, чтобы поставить себе именно вентиль. Я поставил себе улучшение хпшки на 75 поднять, потому что с учетом того, какая броня у машины, улучшать броню на 4% это, ну, в принципе, ни о чем. И толку от этого не будет ровным счетом никакого. Но единственное, что нам теперь остается, это просто выкатить данную машину из ангара и посмотреть, на что она способна. И стоит ли она тех денег, за которые ее сейчас продают. Я не могу сказать, что я остро не рекомендую данную машину к покупке. Машина интересная, она действительно прикольная, она нестандартная, она уникальная, она небольшая, она довольно подвижная. Но при этом все, у нее есть огромный-огромный минус в виде ее картонности. И с учетом того, что она просто прям вот совсем картонная, вас будут закидывать, в первую очередь, фугасы, ну, прям хлопая в ладоши. Единственное, что, безусловно, вашим соперникам необходимо быть ловкими и быстрыми, чтобы, когда вы попадаете в засвет, успеть в вас прицелиться и забросить. Обратите внимание, против нас будет играть Defender MK1. Мы посмотрим потом и на его результаты боя в том числе. Подвижность у машинки довольно неплохая. Срываемся в бой, я бы сказал, довольно бодро. Набираем свою максималку. А вот здесь, ребят, мне уже приходится немножко притормозить, потому что без поддержки своих союзников мне там делать нечего. Если я сейчас взорвусь на горку, я начну просто безумно отхватывать, а я этого очень сильно не хочу. Как только вы попадаете в засвет, у вас сразу появляется первая мысль, куда бы мне спрятаться, так чтобы сейчас в меня не начало прилетать. Классная машина для того, чтобы выжидать. Время сведения, я бы сказал, больше комфортная, чем дискомфортная. Хотя, хотелось бы, безусловно, чутка пободрее. Углы склонения вниз минус 8. Отыгрывается вот так вот. То есть, в принципе, для того, чтобы прицелиться и попасть в товарища, особо прям, ну, стараться нет необходимости. Но вам при этом придется вылезти на самый верх. Но я сейчас немножко быкую, хочу отбросить все 4 снаряда. И обратите внимание, сколько я уже отхватался. Да, после первой тычки я мог бы сразу свалить и уйти на полную перезарядку орудия. Но в таком случае я бы вообще ничего не набросил. А урон все равно, в любом случае, после первой тычки я получил. Правильно или неправильно, не знаю. Сказать, что я люблю играть на Defender, я имею в виду АМХ, не скажу. Не получаю я того удовлетворения и того кайфа, который получают те ребята, которые в комментариях пишут по поводу того, что машина бодрая, классная и действительно интересная. Вопросов нет. Нестандартная, да. Результативная, ну, навряд ли. По большому счету, вы больше будете сливаться, чем реально что-то поднимать. Перезаряжайся быстрее. Радует то, что барабан мог бы теоретически перезаряжаться хуже. По точности орудия, орудия очень классные, очень приятные. Бывают, как сейчас, не пробития, но это больше, знаете, такая дикая случайность, чем постоянная и противная закономерность. Так. Сейчас попытаемся чего-то сделать. Не хочется вылазить под барабанного товарища. В то же время мне необходимо что-то делать для того, чтобы быть полезным. Ну, я так понимаю, что в любом случае нас сейчас ждет однозначно поражение. Ну, просто потому что трех тяжей с их запасом прочности нам, ну, физически не разобрать. Как вы видите, на небольшом склоне, даже при минус нормальных углах склонения, ну, все равно не получается бодро абсолютно. Ну, и сейчас я отправляюсь в ангар просто потому, что товарищ имеет тоже барабан. Соответственно, у меня против него шансов не было абсолютно никаких. Как я и говорил, это лютый картон, просто ужасный. И отыгрывать его результативно крайне-крайне сложно. По большому счету, это такая себе небольшая ПТшка, которая должна где-то быстренько занять подходящее место, затихариться и в крысу накидывать урон. Вот это его судьба. Если вы прям совсем умелый игрок и вы действительно обалденно отыгрываете легкие танки, то, возможно, у вас будет получаться взорваться куда-то, кого-то закрутить. Но, опять-таки, ребят, это необходимо найти того соперника, который будет легким соперником в отношении того, чтобы его закрутить. Это первое. Второе, у него не должно быть абсолютно никакой поддержки. Потому что, когда вы приедете кого-то крутить, пока вы будете его закручивать и пытаться в него набросать урона, вам накидают таких тычек, что мало не покажется. И, в принципе, сделают это буквально за пару секунд боя. По большому счету, я вот в начале боя отхватил две тычки со стопроцентными пробитиями. Это судьба АМХа получать пробои каждый раз, как в него что-то прилетает. Ну и, соответственно, был уже там на грани, на грани смерти. Поэтому, ребят, машина однозначно не для всех. И как бы ее там не расхваливали и не говорили, что это обалденный аппарат. Ребята-скиловики, которые играют с процентом побед в 70+, окей, может быть, в их руках. Если вы прям гений танков, окей, может, эта машина и вам подойдет. Но если вы средний игрок, если у вас там в районе до 55% побед, данную машину рекомендовать у меня язык не повернется. Вообще, я сейчас очень сильно удивляюсь, потому что последний раз, когда я отыгрывал на АМХ Дефендере, у меня получалось на нем нормально отыгрывать в отношении углов склонения орудия. Почему сейчас настолько дискомфортно, я реально не понимаю. Так, обмениваемся мы снарядами с товарищем АМХом 1357. Прячемся. Благо, альфа на мою, да, там, сторону в плюс. Но все-таки не очень. Так, надо отсюда, короче, немножко откатываться. Попытаюсь сейчас Т-34-100 забрать. Понимаю, что это... Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило. И сейчас я буду отхватывать от ПТ. Пожалуйста. 236. А вот куда дальше с этим всем... Со всеми этими знаниями, куда мне дальше двигаться, я, честно говоря, не знаю. Да что ж такое-то, отцепись от меня, в конце концов. Кто-то скажет по поводу того, что я должен был в своем обзоре показать машину во всей ее красе. Потому что она может больше, она может лучше. Но на своем канале, ребят, у меня есть правило. Я не вырезаю никогда никудышные бои по одной простой причине. Потому что если я буду их вырезать, вы не увидите правды. А правда, она находится там, где ее не ищешь. В частности, ее не ищут тем, кто снимает обзоры про машины в их прям великолепном виде. Что это прям имба-имбой. И вам она обязательно нужна. Дело в том, что когда вы купите себе данный аппарат, вы можете очень сильно расстроиться. Я приобрел себе его на новогоднем аукционе просто из принципа. И если бы не этот факт, я бы в жизни себе эту машину не покупал. Ну просто потому что в моих конкретно руках я потенциально понимал, что играться она будет просто ужасно. Как на ней правильно отыгрывать? Я, честно говоря, не знаю и советовать не буду. Я никогда не учу играть. Я просто показываю машины такими, какие они есть в средних руках. Ну что, досматриваем бой. Посмотрим на результаты. Хотя я больше чем уверен, что особых результатов там не будет. Ну и, соответственно, будем подводить итоги. Итак, друзья мои, по результатам боя всего лишь 652 единицы урона с очень высоким заявленным ДПМом. Скорее всего, данный ДПМ получится реализовать только тогда, когда, как я уже сказал, вы в крысу втихую будете откуда-то из куста набрасывать. Но это все-таки ЛТ, а не ПТ. И поэтому играть ее как ПТшку, ну нет никакого смысла. Машина должна соответствовать, по моему мнению, тому классу, к которому ее относят. Если вы тяжелый танк, вы не должны стоять в кустах. Если вы легкий танк, вы тоже не должны стоять в кустах. Данную же машину реализовать в отношении ДПМа, вот в обычных таких вот боях, в которых вы не прячетесь, а играете по стандарту, как на стандартной ЛТшке, у вас нормально не получится. Может использовать как светляка, поскольку подвижность позволяет. Окей, хорошо, но зарваться, просто всех засветить и выпрыгнуть в ангар, это не совсем то, на что мы рассчитываем, когда покупаем себе машинку. Что же касается того, покупать или не покупать, безусловно, выбор за вами. Но, ребят, повторюсь, эта машина однозначно не для новичков и однозначно не для тех ребят, у которых низкий уровень статистики по победам. Вот такой вот АМХ Дефендер. Если он вас интересует или не интересует, делитесь своим мнением обязательно в комментариях. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.